Друзья, я приветствую вас на канале Анатомия Бокса. Сегодня мы с вами попробуем разобрать некоторые детали предстоящего поединка, который пройдет 4 августа 2018 года между Сергеем Крашером-Ковалевым и лидером Альваресом, колумбийцем, который сейчас проживает и выступает за Канаду. Это будет добровольная защита титула по версии Всемирной боксерской организации ВБО. Хочу сказать, что первоначально планировался другой соперник для Сергея Ковалева. Им должен был стать Маркус Брауни, но определенные проблемы с законом не позволили данному спортсмену, соответственно, причем принять участие в вечере бокса, который состоится в эти выходные. Альтернативным соперником был выбран непобежденный проспект Элейдер Альварес. Буквально два слова об этом спортсмене, и после этого я хотел бы сравнить характеристики, функциональную готовность, техническую и тактическую работу данных спортсменов. Плюс привести некое соотношение работы данных боксеров с одинаковыми соперниками, с которыми оба из них сталкивались в ринге. Данный спортсмен занимает первое место в рейтинге ВБС, Всемирного боксерского совета. Почему не удалось встретиться с Адонисом Стивенсоном? Ну, говорят, что промоутер у них был один, и не было, скажем так, резона встречаться им в одном поединке, поэтому, в общем-то, периодически от данной встречи Адонис Стивенсон, ну, опять-таки, со слов репортеров откупался, поэтому, в общем-то, поединок между этими двумя топами по версии ВБС не состоялся. По стилю лидер Альварес является контрпанчером. Об этом я еще несколько слов скажу впоследствии. И теперь я хотел бы провести некое сравнение двух боксеров. Смотрите, значит, то, что касается роста, 183 Альварес, 183 Сергей Ковалев. Размах рук у Альвареса 192, у Ковалева 184. То есть, в этом показателе немножечко превосходит Альварес. Так ударение ставят. Большим плюсом Альвареса является то, что он развивает скорость по ходу боя, подстраиваясь к сопернику, он может увеличивать темп работы. И, в общем-то, в случае с Сергеем Ковалевым, это может сыграть для Сергея не в лучшую сторону. Теперь то, что касается процента нокаутов. У лейдера Альвареса из 23 боев, из 23 побед, 11 были выиграны нокаутом. Соответственно, это где-то порядка 50% боев завершилось нокаутом. Ну, соответственно, здесь Сергей Ковалев, это где-то 88-90%. С 32 боев, в 28 он одержал нокаутом. Ну, в зависимости от исхода ТКО, КО и так далее. По стилю Сергея Ковалева вам нет необходимости представлять. Это активная работа с дальней дистанцией, так называемого аутфайтинг. Это жесткий прессинг соперника, обрезание углов и некая доминация в ринге, работая обычно первым номером. Ноль поражений у лейдера Альвареса и два поражения от Ландра Уорда у Сергея Ковалева и одна ничья в одном из поединков. Далее возраст Альвареса 1984 года, Сергей Ковалева 1983 года. То есть данный показатель принципиально здесь играть не будет какой-то роли, то есть фактически они одногодки. В качестве некоторого минуса для Альвареса могу сказать, что в течение последнего года он не боксировал. Как раз это непонятная ситуация с промоутерами. Сергей Ковалев провел два боя. Я еще немножечко вернусь и остановлюсь на вот этих двух поединках. Немножечко они неоднозначны для меня были, хотя в любом случае Сергею нужно было психологически, в первую очередь, восстановиться после поединков, которые он провел с Андре Уордом. Итак, интересным моментом является то, что оба этих соперника встречались, как я уже говорил, с одними и теми же боксерами. То есть смотрите, Альварес встретился с Челембой, здесь картинка боя складывалась таким образом. Челемба работал первым номером, Альварес работал на контратаках довольно-таки успешно. Выстроил картинку боя и вот эта контратакующая манера, работа вторым номером, она принесла ему однозначный результат победы в этом поединке. Сергей Ковалев, как вы помните, также с Айзиком Челембой встретился в Екатеринбурге. Здесь Сергей пытался доминировать. На мой взгляд, бой мог сложиться более красиво, что ли, если так можно выразиться, со стороны Сергея, если бы он немножко разнообразил картинку ведения боя. Но здесь вот желание нокаутировать, наверное, поддержка со стороны Родины привела, конечно, к закономерному результату, нокауту. Но здесь, в общем-то, в ответ прилетали некоторые неудобные удары со стороны Айзика Челембы. Но здесь, в общем-то, картинка боя была другой по сравнению, еще раз повторюсь, с вышеупомянутым поединком Альварес-Челемба. Следующий бой, точнее, следующий соперник, это Жан Паскаль. Альварес встретился с Паскалем, и здесь дистанция, точнее, бой прошел всю дистанцию, то есть все 12 раундов. Все 12 раундов спортсмены боксировали. Здесь свойственно Альваресу манере контр-панчера, работа где-то вторым номером. Резкие выпады, резкие атаки, взвинчивание скорости в конце боя. Опять-таки, закономерный результат победы над Жаном Паскалем. Сергей Ковалев встречался с Паскалем два раза, как вы помните. Первый раз это победа нокаутом, такого технический, скажем так, нокаут в восьмом раунде. И был матч-реванш, матч-реванш, который завершился также победой Сергея Ковалев. Здесь отказ от продолжения поединка уже в седьмом раунде. Ну, второй бой, на мой взгляд, Сергей значительно более четко, если так можно выразиться, провел с Жаном Паскалем. И опять здесь такая агрессивная атакующая манера, странно Сергея. В общем-то, опять работа первым номером. Альварес, помимо данных оппонентов, провел до боя с Жаном Паскалем. Интересный бой с Лучаном Буте. Это довольно-таки неплохой боксер. И здесь уверенная победа была со стороны Альвареса, таково, в пятом раунде. Теперь два боя с Сергеем Ковалевым после поражения от Андреа Уорда. Ну, здесь, безусловно, нужно было спортсмену восстановиться, как я уже сказал, в первую очередь психологически, почувствовать ринг, почувствовать уверенность некую. Не очень понятно, какая была установка и почему Сергей не провел всю дистанцию. На мой взгляд, это было необходимо, также с точки зрения эмоциональной готовности, чтобы он немножко продышался и почувствовал всю дистанцию боя. Потому что, например, в боях с Уордом, ну, как многие говорят, подводила выносливость. Но, понимаете, здесь, когда нокаутер, каким является Сергей Ковалев, начинает промахиваться, именно это отнимает силы, а не функциональная неподготовка данного спортсмена. Я думаю, что с функционалом было все как раз очень неплохо. Итак, первый бой был проведен с Вячеславом Шабранским, это украинский боксер. Здесь таково во втором раунде. И еще один бой был проведен с Игорем Михалкиным. Это российский спортсмен из Иркутска, если я не ошибаюсь. Здесь также таково в седьмом раунде. То есть чуть побольше продлилось, прошел бой свою дистанцию, но, опять-таки, не 12. На мой взгляд, был смысл дать, наверное, Сергею продышаться побольше. Принципиальным моментом явилось то, что Сергей Ковалев сменил тренера. Сейчас его тренирует Аброр Торсун Пулатов. Это тренер чемпиона Олимпийских игр в весовой категории 63,5 кг из Узбекистана. Этот парень является левшой, который стал Олимпийским чемпионом. И, соответственно, весовая категория, она позволяет тренеру довольно-таки разнообразно подходить к тренировочным программам. Поэтому, вот я в Инстаграме смотрел за тренировками Сергея Ковалева. Это уже отход от некой трилинейной манеры, это некое закручивание. Не только срезание углов в атаке, это работа на отходах, это сайдстепа. То есть более интересная в техническом, в тактическом плане работа. Ну, соответственно, в выходные мы все это увидим. Что еще интересно, что еще могу отметить, прогнозируя результат предстоящего поединка. Как сказал Сергей, это самый длинный лагерь, в котором он участвовал перед этим боем. Я думаю, что это пошло ему в любом случае на пользу. Тренер новый, они подстраивались, в общем-то, настроен на бой. Нет недооценки соперника, как это было, на мой взгляд, в бою с Уордом. Были интересные спарринг-партнеры. В частности, вот Майкл Хантер, который боксировал с Александром Мусиком. То есть интересные, яркие оппоненты, которые, я думаю, Сергею позволили неплохо подойти к бою. Понравился настрой Сергея Ковалева, который я заметил в интервью одного из каналов. Сергей очень четко и уверенно говорил о своей подготовке. Сказал, что в выходные вы все увидите. Не было никаких шапко-загидальских настроений, как с Андреем Уордом. То есть нет недооценки соперника. Все очень четко, по делу. На мой взгляд, подход и моральное состояние Сергея на достаточно высоком уровне. Теперь то, что касается плюсов еще у Сергея Ковалева. Ну, в любом случае, это колоссальная любительская карьера 215. Если мне не изменяет память, боев Сергей провел на любительском ринге. И вы помните, очень неплохие бои. То есть комбинационная, серийная, любительская работа, движение, это все присутствует. Чувство соперника, дистанция, чувство дистанции. Он является мастером спорта международного класса Российской Федерации. И довольно-таки с неплохим спортсменом он встречался еще и на любительском ринге. В рейтингах, вы помните, Сергей был первым по версии журнала The Ring. И вторым номером в списке Pound to Pound у лучших боксеров, вне зависимости от весовой категории. Теперь два минуса, которые я вижу у Сергея. Это однообразная несколько манера ведения боя и настроен на удар. Когда боксер чувствует вот эту ударную мощь в своих, что называется, перчатках, он, конечно, стремится всегда нокаутировать и перестает боксировать. Вот, если новый тренер немножечко избавит Сергея от этой сверхуверенности, которая зачастую ему, конечно, приносит результата, то, на мой взгляд, все пройдет в выходные идеально. То, что касается вносливости, я уже повторился. Я думаю, вот этот длинный лагерь пошел Сергей в любом случае на пользу. И, опять-таки, если он будет включаться и больше боксировать, не настраиваться сразу на нокаут, то с вносливостью проблем, опять-таки, не будет. В целом, прогнозируя исход данного поединка, я отдаю предпочтение победе Сергея Ковалева с учетом изменившейся системы подготовки в его лагере, с учетом его морального состояния, тех вот восстановительных боев, которые прошли. Да, всегда хочется лучше. Да, где-то нам нужно... И хочется видеть идеальные результаты. Но с учетом вот сложившейся ситуации после боев с Андре Уордом, на мой взгляд, Сергея восстановится очень неплохо. И сейчас для него принципиальный шанс вновь заявить о себе как о лучшем панчере в мире. И победа, тем более досрочная, она позволит Сергею подняться однозначно в рейтингах. В первую очередь, не журнал «Заринка», а списки «Паунт-а-паунт» лучших боксеров, вне зависимости от рисовой категории. Друзья, вот этот обзор получился долгим, потому что фактов достаточно много. Но постарался, насколько возможно, их срезюмировать, немножечко сжать. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Приятно, что комментируете, пишите свое мнение, просите какие-то разобрать предшествующие бои. Завтра будет обзор, прогноз, прогноз на бой Айзек Челемба, Дмитрий Бивол. Забегать я вперед не буду, он будет значительно более короткий. Результат боя для меня фактически очевиден. Хотя, опять-таки, бокс есть бокс. Здесь я считаю, что победа Сергея Ковалева, но будем надеяться, что досрочно. Всем спасибо, удачи, ставьте лайки.